Ты кто? Я большой х**. Ой, хочешь покажусь? Ой, не надо. Ну ладно, потерплю. Глава национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. И вот что он по этому поводу сказал. Проводить таку, вона важлива праця, щодо реалізації, тобто контролю за... А, нет, это из другого видео. Вот что он сказал. Вдвічі менше, вдвічі спокійніше стало можливості ходити вам і нашим дітям на вулицю. Как же они любят все эти наши чиновники говорить о вещах, которые реально невозможно пощупать руками. Ну вот представьте, да, там два с половиной года назад я такой иду по улице и чувствую, ну как-то небезопасно. Проходит два с половиной года, и я такой, сравнивая то ощущение с там нынешним, такой, думаю, вот уже стало где-то раза в два безопаснее. Ну или может даже в два и два раза безопаснее. То есть вот такую хрень Князев рассказывал 20 минут. Я поэтому и не хочу разбирать его вот этот вот брифинг, тем более он вышел, вот это вот, он рассказывал 20 минут и убежал, даже на вопросы не стал звучать. И все он рассказывал о том, каких результатов достигла национальная полиция за эти два с половиной года, пока он руководил этой структурой. Но на самом-то деле мы знаем, чего достигла национальная полиция, а достигла она дна, непосредственно полного дна. Потому что ничего нового уже, такого какого-то страшного про полицию мы уже не слышим. Ну как бы они уже все сделали, самое плохое, что можно было сделать. Ничего нового уже не появляется, уже были и кражи, грабежи, да, вот сотрудниками полиции и проникновение в жилища, в транспорт, били, резали, ломали, задували газом, убивали, то есть все что угодно. Про взятки я вообще молчу, потому что если вот сравнить с беспределом взятки, то взятки это вообще настолько ничтожные нарушения, понимаете. Вот когда людей лишили жизни, ее уже не вернешь. А взятки это вообще чепуха на самом деле, ну вот по сравнению. Хотя, конечно, туда еще и взятки, и перебивки этих самых вин-кодов на автомобилях, наркотат, чего там только не было в этой полиции за последние несколько лет. Но Князев, он рассказывает, что мы такие важные, мы такого достигли и будем еще реформировать, упаси Господь, так реформировать дальше полицию, Князев. Мы здесь не выживем, если вы продолжите такую реформу. На его место, конечно же, сразу же там уже назначили кого-то, Клименко, да, или ну-ка это его заместитель. Короче, ничего не поменялось, хоть все, ну я думаю, довольны тем, что Князев ушел, потому что нет сил его тоже терпеть, как и того же самого Авакова и Жукова, а в Киеве тут этого Зазулю с Евдокимовым. Ну и каждый по регионам может рассказать то же самое про своих руководителей. Но ничего не поменяется с уходом Князева. Ни-че-го. И вот он еще тут в конце говорил. Честь мая. Чем я лично сомневаюсь.